Радио 54 Это формат театральных родительских собраний, мы так назвали. Хотя, по сути, это просто спектакль, мини-спектакль, как повод к разговору, после которого мы разговариваем с родителями и с детьми, с детьми о спектакле, с родителями о больных темах, о том, как взаимодействовать с детьми. То есть это такой театральный... То есть сразу после спектакля уйти не удастся? Никак. Да, да. Будут работать профессиональные психологи мощно с родителем. И темы мы берем очень острые. Каждый месяц... Например? Ну, например, первая тема у нас заявлена, она такая, может быть, кажется, на первый взгляд обычная. Я и эти странные взрослые, о том, как мы общаемся, о том, как мы вообще разговариваем с детьми, и как они нас понимают, и как они нас видят. Дети будут присутствовать? Дети будут присутствовать в спектакле, предназначенном для детей и взрослых. Вторая тема, это уже в январе у нас будет спектакль про бабушек, про то, как важно иметь бабушку. В апреле у нас будет замечательная тема про папу, про папу, который навсегда. Ты не можешь перестать быть папой, если ты заболел или устал, потому что папа это навсегда говорит героине этого спектакля. Это Тони Глимердал. Мы берем прозу, мы не берем пьесы, мы берем литературный материал, перерабатываем его. В феврале у нас будет тема, связанная с разводами, и каково подростку, когда родители разводятся. Это важная тема. Да, и, в общем... Да, все темы важные перечислены. Все важные, все важные. Не на все просто... В общем, эту тему не всегда обсуждают. То есть и спектакль будет касаться этой темы? Да. На эту тему это будет спектакль, это ставят режиссеры, участвуют актеры новосибирских театров, а потом мы беседуем на эту тему и пытаемся понять, что мы увидели, и как это может нам помочь дальше выстроить взаимоотношения с детьми. Это кукольные спектакли или нет? Нет, это могут быть и кукольные, это могут быть драматические. Будет два документальных спектакля. Вот про бабушку это будет кукольная история. А про то, как разговаривать с детьми о смерти, это будет теневой театр. И он будет проходить на базе кукольного театра. Не будет страшно детям? Нет, там очень светлая история. Я прочитала пьесу, будет ставить режиссеры из Санкт-Петербурга, Ани Бесчастного. Это ее же пьеса. Я прочитала поразительную и светлую историю. Еще не было ни одного спектакля? Еще нет. Премьера через неделю. 26 ноября. Первый спектакль. Это «Я и эти странные взрослые». По рассказам Виктора Драгунского и Раде Погодина. Первый спектакль по Драгунскому и Погодину. Это все-таки 7-10 лет. 7-11. Ну, начальной класса, так скажем. Потом будет у нас в декабре один интересный проект, который связан с темой школы. Он называется «Антиуроки». Это все-таки для старшеклассников. «Бабушка на яблоне». Январский кукольный спектакль. Очень такой маленький. Маленькая локальная история. Практически на письменном столе будет разыгрываться кукольная история. Она от 5 лет. Ну, тема разводов. Это мы берем подростков. Потом у нас будет теневой театр. Это 7+. Где-то 6-7+. И история про, например, про школу. Это, понятно, 6+. И там речь идет про школу. Она так интересно называется в произведении «Смешанная школа». Но мы понимаем, когда читаем это произведение, что это идет речь про инклюзивную школу. Когда рядом учатся люди, которые... Дети, которые все усваивают, все у них получается. И дети, которым трудно дается счет, писание, чисто писание. И грамматика. И оказывается, что здесь тоже есть свои особенности. Как взаимодействовать и как научиться терпению и пониманию.